YouTube, всем огромный привет! Девочки, приветствую вас в нашем клубе сплетников! И я сегодня не забыла, как обещала, с чашечкой, так что давайте все собирайтесь, присаживайтесь, поболтаем с вами 10 минут, отдохните от своих дел, немножечко расслабимся, да? Ребят, видео посмотрела у Эдика Адамяна, будем с вами, как обычно, делать обзор. Тема была заявлена такая, там крещение, лечение и неприятная ситуация с соседями. Как я всегда говорю, все по порядочку. На первых кадрах мы видим, как Эдик заехал в церковь, вдруг, почему-то, ни с того, ни с сего, вновь у них возникла такая тема. Родители Гульнас и Эдик задались вопросами про крещение своих девчонок. Хотят они их покрестить. До сих пор дети не крещеные. Знаем, что Гульнас мусульманка, Эдик крестьянин, но решили крестить в христианской церкви девочек. Кстати, это такой вопрос очень серьезный, как мне кажется. Хочу вам сказать свою точку зрения и обязательно попрошу вас, напишите свое мнение, вот как вы думаете. Тема такая очень, скажем, щепетильная. Вот Эдик говорит, что девочки сами захотели креститься. Они были даже маленькие, крестились уже сами в церкви. Ребят, мне как-то очень смешно это все. Прям девочки захотели сами креститься? Что дети в этом смыслят? В таком возрасте, что они вообще в этом понимают? Что они там хотели? Маленькие стояли, крестились в церкви. Ну да, все маленькие дети. Головами покрутили вокруг, все люди стоят, крестятся. И дети повторяют всегда, давай себе знаем, какие девчонки у Эдика с Гульнас, да, такие степенные, послушные. Конечно, они будут просто копировать движения взрослых. Я не вижу в этом какого-то глубокого смысла, так как преподносит это Эдик, что там кто-то задумывался серьезно на эту тему, размышлял, проводил какие-то беседы, разговоры. Что дети, как говорится в Украине, обизнани, да, что они в курсе церкви, религии, вот на эту тему. Хоть кто-нибудь с ними когда-то разговаривал, ввел какие-то беседы. Думаю, что нет. Потом почитала комментарии, и много, кстати, там не единичные случаи зрителей пишут, что девочки вскоре выйдут замуж. А если муж будет мусульманин, и что потом, веру менять или как жить? Думаю, как я думаю, это не проблема. Ну вот Гульнас мусульман, когда Эдик христианин, ну и что, и живут как-то, какая разница, какой веры, кто из них, для меня абсолютно все равно. Но как-то так Эдик преподносит, что это выбор девочек. У меня по этому поводу очень большие сомнения. Все-таки, мне кажется, живут там в Башкирии родители Гульнас рядом, они мусульмане, да, по-моему, если я не ошибаюсь. Воспитанием девочек они занимаются. Как-то больше эта тема там у них присутствует. Не знаю, как правильно, здесь трудно спорить и высказываться на эту тему. Девочки, вас очень много у меня. Я бы хотела очень, мне правда интересно, послушать ваше мнение по этому поводу. Заехал он в церковь, поговорил, значит, все разузнал. Нужно там иконки покупать каждой девочке отдельно и крестики. Будут окунать их в купель. Кстати, мне было тоже очень интересно узнать полностью взрослые уже, это не младенцы, да, взрослые девчонки будут полностью окунать их. Ну, скорее всего, снимать это Эдик не будет, может быть, нельзя этого делать. Но было бы очень интересно узнать подробности и посмотреть на это действие. Также сказали Эдику в церкви, работник, да, что необязательно каждой девочке иметь крёстную пару. То есть, крёстную и, как на русском языке, я знаю, что на украинском хрещеный, мужчина вот который, крёстный, наверное, да, правильно? Крёстный не обязательно, можно, если это девочки, то есть, одну крёстную маму для двоих, и мужчина необязателен. Опять же, я хочу высказать своё мнение, мне кажется, неправильно почему-то, я не по поводу мужчины, я по поводу того, что одна общая крёстная мама на двоих. Ну, даже, девочки, с чисто вот такой материальной точки зрения, я сразу, да, вот, должен кто-то, какая-то женщина взять на себя такую ответственность, обязанность. Двое девчонок, ну, не знаю, даже вот эти вот подарки на праздники, на дни рождения, это двойные расходы. Ну, и какой-то духовный наставник, крёстная мама, мне почему-то кажется, что должна быть у каждой девочки отдельно. Не знаю, напишите, как правильно, кто лучше в этом разбирается, кто знает. Девчонки, пожалуйста, я прошу вас, мне очень интересно, правда, я далековато от этой темы. Также, ребята, значит, сказали, что будут это крещение проводить в выходные дни, опять я не понимаю, почему Эдик говорит, так лучше сделать. В выходные дни служба до 12, там очень много будет людей, скорее всего, и вот после этого столпотворения приходить, привозить девчонок, тем более мы знаем все, Линка болеет, ну, как-то я бы, например, если возможно, провела бы этот обряд просто среди недели, когда пусто, когда никого нет, когда нет огромного скопления людей. Я знаю, вы напишите, эти все люди уйдут, закончится служба и потом будут проводить это всё действие. Да, я понимаю, и тем не менее, в этом помещении, да, будет очень много людей, ну, и приезжать после этих людей, ну, зачем, ну, не знаю, девочки. Я сейчас в данный момент, вот почему я говорю такие слова, я думаю про Элину. Тема такая была про лечение, знаем, да, что ребёнок опять приболел, у неё температура, кстати, суммфибрильная, правильно, температура. Этот суммфибрилитет держится уже у неё не в первый раз, она заболела, как сказал Эдик, за полтора месяца третий раз. Это, мне кажется, самая гадкая температура, но у неё там красное горло, почему-то на лице там краснота выступает. Говорят, может, похоже на аллергию, вот уже начинают думать, хоть бы, не дай бог, это не была аллергия на кошек, потому что судьба потом этих кошек будет неизвестна, честно. Отправят, наверное, их в село, если это действительно так случится. Ну, а в селе я могу представить, что им там уготовлено. Жизнь на улице, во дворе, на морозах 40-градусных, ну, как бы. Ну, здоровье ребёнка, это, понятно, очень серьёзная и очень важная тема. Приходил врач, назначил лечение, но девочка почему-то болеет. Я, кстати, понятно, что чужие люди, но переживаю. Девчонки мне очень эти нравятся, замечательные дети, ну, и любой ребёнок, какой бы ни был, когда болеет дитё, это, конечно же, не будет у тебя ни настроения, и все мысли у тебя только об одном, да, что случилось, почему произошло, и главное, вылечить, чтобы дети все были наши здоровы. Ребят, там маленькое ЧП у Адамянчиков произошло. Их дверь входную в квартиру всё время опсикивает собачка соседская. И насколько вот Гульнас спокойная, мы знаем, толерантная, да, она не конфликтная абсолютно женщина, но уже вынуждена была поговорить с соседями и сказать, что, ну, вот сколько можно. Гульнас прям, я посмотрела, была так возмущена, говорит, мою-мою, это не первый раз, и всё равно это происходит раньше, когда не было этих соседей, у нас такой проблемы не было. Я прекрасно понимаю, что это такое, когда тебе коты и собаки вот это вот всё делают вниз или дверей, или окон. У меня пример очень хороший, я живу на первом этаже, девочки, и все, кто смотрел, да, мой обзор там квартиры, в самом начале, когда я только открыла канал, вы видели, что мы сделали отдельный вход, это большая стеклянная терраса и стекло до пола, и вот то, что у меня здесь очень много уличных котов, да, я, как говорят соседи, ты сама виновата, ты их всех прикормила. У меня их очень много, я их кормлю, вот, и они, конечно же, вот это стекло понизу мне уделывают постоянно, каждый день, и собачки забегают, и всё, я прекрасно понимаю, что это такое. Гульнас возмущена, да, но соседи говорят, что это не их проблема, и это не их собака. Эдик спрыгивает потихоньку, ну, говорит, как-то разберёмся, урегулируется этот вопрос. Типа неконфликтный человек. Посмотрим, ребят, чем закончится и эта эпопея. Не думаю, что это какой-то серьёзный вопрос, всё можно решить, конечно же, но в видео уже показали нам, наверное, конечно, людям это уже всё надоело, раз озвучили такую проблему. Девчонки, обзор мой подходит к концу. Как обычно, новенькие, подписывайтесь. Мои проверенные, с чашечками, кого не смущает название, клуб сплетников. Все пальчики там, колокольчики, не забывайте. И приходите, заглядывайте на канал, будем с вами, как обычно, общаться. Я вам всем желаю хорошего дня, позитивных эмоций, и пусть в ваших семьях всегда будет добро. Ой, ребят, и самое главное, здоровья. Пока.